Привет, меня зовут Фил и это онлайн-школа Вебиум. В этом видео мы разберемся в том, как решать 18-е задание на ЕГЭ по истории так, чтобы получить за него максимальный балл. Итак, давайте попробуем разобраться в том, что представляет из себя 18-е задание. Вот его пример. В 1830-31 годах произошло восстание в царстве Польском, которое было подавлено русским войсками. Укажите три любых последствия этого восстания. Как мы видим, нам дается одно событие и оно может быть из совершенно любого периода истории России и нам нужно привести три его последствия. Это один из вариантов того, как может выглядеть 18-е задание. Во втором варианте нас попросят назвать три причины какого-либо исторического события. Чуть позже мы разберемся с вами в том, как решать каждый из этих вариантов, а пока давайте рассмотрим общие принципы. За задание 18 мы можем получить 3 балла. По одному баллу за каждую из приведенных причин или следствий. При этом в 2022 году появилась важная деталь, которую стоит учитывать. Составители ЕГЭ предусмотрели ситуацию, когда вы напишете больше трех причин или последствий. Что же происходит тогда? В таком случае, давайте представим, вы написали пять положений и хотя бы одно из них неверное, вы теряете один балл и вместо трех максимальных баллов за задание получаете два. Но в том случае, если вы написали больше трех положений и хотя бы два из них неверные, вы получаете ноль баллов за все задание. Поэтому, когда будете решать это задание на экзамене, лучше ограничиться тремя причинами или тремя последствиями. И поэтому я вам советую сначала все ваши идеи накидать на черновике, посмотреть, какие три тезиса, вот эти три причины или последствия вам кажутся наиболее убедительными и их использовать. Второй важный момент, на который стоит обратить внимание при решении этого задания – это то, как оформлять причины и последствия. Схема здесь простая. Ваш аргумент, то есть ваша причина или последствия, состоит из двух частей. Это тезис и его обоснование. Тезис – это главная мысль, то есть суть того, что вы хотите сказать, а обоснование раскрывает ваш тезис и объясняет его. Давайте разберем на бытовом примере, что это означает. Представим, что в 18-м здании вас просят указать три причины, почему вы любите чипсы лейс с крабом. В таком случае вашим тезисом будет «Я люблю чипсы лейс с крабом» за их модную упаковку. Далее вы можете привести обоснование. Мне нравится упаковка данных чипсов, потому что она розовая, а я люблю розовый, а также на ней нарисован краб, а я очень люблю крабов, они милые. Еще раз, в данном случае первое предложение, что нам нравится их модная упаковка, подкрепляется нашим обоснованием, что она содержит в себе розовый цвет и милого краба. Давай теперь рассмотрим это на историческом примере. Вернемся к тому же самому заданию, с которого мы начали, про последствия восстания в царстве польском. Мы можем написать, что последствием восстания стало провозглашение царства польского нераздельной частью Российской империи. Это наш тезис, наша главная мысль, и далее мы ее обосновываем. Это привело к сокращению автономии Польши и упразднению польского сейма. Все это усилило контроль правительства Российской империи над данной территорией и предотвращало возможность повторного восстания. Здесь наш тезис это то, что царство польское было провозглашено нераздельной частью Российской империи. А далее мы попросту объясняем это при помощи исторических фактов. То есть фактически мы отвечаем на вопрос, что означало это восстание для дальнейшей истории Российской империи и Польши. То есть если вместо полноценного аргумента вы напишите только одно словосочетание, которое будет фактически вашим тезисом без обоснования, такой аргумент не будет засчитан. Ваш аргумент должен быть подробным и понятным. Не нужно лить воду или пытаться ввести проверяющего в заблуждение. Главная ваша задача это представить вашу основную мысль, поставить точку и начать следующее предложение, в котором с помощью исторических фактов вы будете доказывать то, почему ваша главная идея, ваш тезис является верным. При этом в обосновании лучше всего использовать различные исторические факты. То есть упоминать какие-то исторические процессы, приводить даты и исторических личностей. Но я обращаю ваше внимание на то, что это не является важным критерием. То есть если вы не напишите даты или не напишите каких-то личностей, за это балл вы не потеряете. Поэтому если вдруг вы не уверены в какой-то дате или в каком-то событии, в какой-то личности, лучше их попросту не писать. Пишите только то, в чем вы точно уверены. И вот тут вас всех заскамили мамонты, нулевые вычелы. Да, там так. И это не означает то, что на ЕГЭ такие ответы зачтут. Там много неправильных формулировок, поэтому я бы вам советовал этим не руководствоваться. Давайте теперь вернемся все-таки к вариантам того, как может выглядеть это задание. Я вам уже сказал, что могут спрашивать либо три причины, либо три последствия. Давайте начнем с трех последствий, потому что здесь немного все сложнее. Но перед тем, как рассмотреть два варианта 18-го задания, давайте устроим с вами опрос. Как вам кажется, если в 18-м задании вас попросят указать последствия какой-нибудь войны, и вы напишите условия мирного договора, который завершил эту войну, вам такой ответ зачтут или нет? Правильный ответ нет, вам такое положение не зачтут. Чуть позже мы разберем этот конкретный случай, но на самом деле здесь есть очень важная деталь, которую нужно запомнить. Последствия события и его результаты, итоги и суть, то есть содержание события, не являются одним и тем же. Давайте разберем на этом примере. Все дело в том, что мирный договор является итогом войны или ее результатом, а не последствиям. Также, если в 18-м задании вас попросят указать последствия принятия какого-то закона, положение самого закона нельзя использовать в качестве последствий этого закона. У вас может возникнуть вопрос, а что такое вообще последствия и как тогда его написать? Давайте представим себе линию времени. Вот у нас шла какая-то реформа, шла какая-то война, она закончилась, подписание мирного договора. Последствием будут все события, которые произошли после подписания мирного договора. Вот на протяжении там хоть 100, хоть 50 лет эти последствия могут происходить. То есть последствия какого-то события сильно отдалены от самого события по хронологии, то есть они произошли сильно позже. Итак, возвращаясь к вопросу с мирным договором. Как я уже и сказал, положение мирного договора нам не зачтут. Но если мы добавим к этим положениям несколько деталей, то тогда это сработает. Давайте разберем на примере. Нас спрашивают про последствия северной войны, которую вел Петр I со Швецией, по итогам которой Россия получила выход в Балтийское море. Если в качестве последствий вы просто напишите, что Россия получила выход в Балтийское море, такое положение вам не зачтут. Но его же можно использовать, только расписать по-другому и получить балл за это задание. В таком случае нам нужно сказать, что по итогам Северной войны Россия получила выход в Балтийское море, что дало ей доступ к торговле с западными странами. Увеличение объемов торговли привело к росту государственных доходов от этой самой торговли. То есть мы не просто сказали, что Россия получила выход в Балтийском море, а рассказали, как на протяжении последующих десятилетий это сказывалось на развитии страны. То есть мы получали больше от торговли благодаря этому самому выходу к морю. То есть главный принцип, который здесь стоит учитывать, это то, что завершение конфликта, его итоги, его суть не являются последствиями. Последствия отдалены по хронологии, они произошли позже самого события. Но когда мы говорим про причины какого-то события, здесь на самом деле может подойти все, что угодно. К примеру, мы можем использовать предпосылки. Предпосылки это какие-то длительные процессы, которые шли на протяжении десятилетий или даже столетий и привели к событию, про которое нас спрашивают. Также мы можем использовать здесь повод для события, который непосредственно спровоцировал то, о чем нас спрашивают. Ну, к примеру, если мы говорим про причину начала Первой мировой войны, вы можете использовать в качестве причины повод. А поводом было убийство эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда в 1914 году. Давайте также разберем, как может выглядеть причина на примере реального задания из ЕГЭ. Нас спрашивают о том, почему у Николая II не сложились хорошие отношения с государственной думой. Это в начале 20 века было. И мы можем написать, что налаживание работы между ними препятствовало критическое падение авторитета власти в стране даже среди умеренной части общества. То есть в данном случае причиной этого события является предпосылка падения авторитета. Падение авторитета — это не что-то, что происходит за один день, это достаточно длительный процесс. Что отражалось на настроениях депутатов? Вот тут наш тезис закончился. То есть падение авторитета, в том числе со стороны умеренных депутатов. Дальше мы его обосновываем, как и в случае с последствиями. Нарушение положения манифеста 17 октября 1905 года, министерская чехарда, слухи о влиянии Распутина на принятие важнейших государственных решений подрывали уверенность членов государственной думы в том, что при существующих порядках возможно эффективно проводить реформы и изменения. То есть в качестве причин можно использовать как последствия, так и поводы, так и любые другие события, которые привели к событию, о котором нас спрашивают. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео помогло вам разобраться в том, как выглядит 18-е здание и как правильно его решать. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и включить колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. С вами был Фил Сахаров, онлайн-школа Вебиум. Пока!